Здравствуйте, дорогие друзья! И, как я обещал одному из своих подписчиков, я записываю отдельно миф о пещере Платона, который он рассказывает в своем произведении, которое называется «Государство». Именно там он вводит вот этот вот шикарнейший миф о том, как показывает вообще, функционирует эта матрица бытия. А миф заключается в следующем, что мы с вами все находимся в оковах бытия. Вот эти вот оковы бытия, он там все это гораздо проще пишет, о том, что мы просто узники, которые находятся в пещере, и позади нас бьет огромный-огромный источник света. Вот этот вот источник света, он проецирует на поверхность стены пещеры, перед которой мы сидим, некоторые тени. И, видя эту тень, мы думаем, что мы знаем бытие, мы знаем, что происходит на самом деле. Но в какой-то момент один человек, он, получается, оторваться от этих уз, сбросить с себя эти оковы и непосредственно обернуться на этот источник света, увидеть на самом деле, что там происходит, а у него вот эта вот, что вот эта пещера, она находится еще внизу, да. И ему сложно идти к этому источнику света, да. Потому что этот источник света, так немножко транслируя, у Платона очень часто солнце, оно отождествляется с идеей блага. Вот, поэтому благо, да, которое проливает свет на все, и сначала этому человеку крайне больно. Ему больно смотреть на свет, ему больно преодолевать эту дорогу, ему больно идти. А когда он возвращается, он не видит уже теней. То есть тени исчезли, ему сложно вот эту вот тень увидеть, потому что он увидел подлинный свет бытия. Он увидел, что существует на самом деле. И только после этого он приходит к... Начинает рассказывать людям, но люди ему, конечно же, не верят. Вот такой грустный образ рождается в мифе о пещере. Платона, где он говорит о том, что нам с вами надо сбросить вот эти вот оковы, вот эти вот предпосылки к видению бытия. То, как мы его видим через вот этот вот чувственный мир, тело, которое... Тело-то, оно нас обманывает на самом деле, ему не надо доверять. Все это вот... А есть что-то истинное и подлинное, и только лишь философ может обернуться к этому благу, к идее блага, к источнику света. И после этого уже сделать выбор оставаться, условно говоря, в пещере или попытаться рассказать людям о том, что происходит на самом деле. Эти концепции, они очень сильно изменялись в любом случае под влиянием в историю мировой философии, но, безусловно, эта идея образа философа, постоянно страдающего, она вошла в анналы истории философии. До новых встреч!